Здравствуйте, уважаемые телезрители, дамы и господа! Мы с вами вновь встречаемся в студии СГУ-ТВ. С вами я, писатель Александр Владимиров. Мы продолжаем с вами рассматривать проекты, материалы, мнения выслушивать, посвященных одной из наиболее важных и актуальных тем сегодняшнего дня, проблемам просветительства в России. В наших передачах выступают известные ученые, которые рассказывают о великих просветителях прошлого, интереснейшие факты из их биографии. Выступают ученые, которые рассказывают о каких-то новых, неизвестных данных в истории, в славной истории нашей Руси. А вот сегодня я пригласил человека, который прежде всего занимается практикой, конкретной работой по развитию культуры, по развитию духовности, по развитию предпринимательской деятельности на Руси, которая направлена на возрождение наших культурных традиций. И сейчас я хотел бы представить вам нашего гостя. Это Тузов Дмитрий Валерьевич, заместитель директора строительного колледжа номер 26 города Москвы. Добрый день, Дмитрий Валерьевич. Большое спасибо, что вы согласились прийти на нашу передачу. Значит, тема нашей сегодняшней встречи – это социокультурный проект «Наследие». Дмитрий Валерьевич, ну прежде всего, я знаю, что как раз в вашей деятельности реализовались два вот этих важнейших момента. – культура предпринимательства, культура именно нашей Руси. Расскажите, как, что, почему, с чего все началось? – Ну, если можно, я начну где-то с истории, которая началась, ну для нас, по крайней мере, для меня и для моих соратников лет 20, когда вокруг, ну, в общем-то, известно, наверное, очень многим людям старшего и среднего поколения, но совсем, наверное, неизвестно молодежи организации, как общество охраны памятников, собирались люди, которые были действительно очень глубоко заинтересованы историей России и, естественно, путями, которые ей предстоит, предстоит пройти. И, ну, понятно, что 20 лет назад как раз были времена очень непростые, времена переломные, и, собственно говоря, и в сознании, и в умах собиравшихся там людей была надежда, была какая-то вот такие были чаяния, и, что весь тот великий исторический путь России, который нам известен, будет продолжен, и что мы все, в общем-то, будем какими-то, может быть, соратниками в общем деле на пути возрождения России. И как раз вот тема, которая собирала там людей, это тема охраны памятников исторического наследия, она была темой очень благодатной, потому как, ну, всем известно, что, в общем-то, в советское время тема была, ну, довольно-таки, ну, тема охраны памятников была сложной, можно так сказать, что, в общем-то, очень многое историческое наследие было разрушено, памятники мы потеряли очень, огромное количество памятников. С одной стороны, говорилось, что мы, да, возрождаем их, а с другой стороны... Да, с другой стороны, они разрушили. И вот еще продолжалась то же самое разрушительное деятельность. Ну, это, в общем-то, начиналась такая практика еще с Ленина, потому что, в общем-то, вот еще Владимир Ильич одним из первых своих декретов подписал как раз декрет об охране памятников, вот, но при этом всем известно, что творилось на практике на самом деле. Нет, я имел в виду вопрос, что Ленин и Троцкий, они начали все, потом Сталин, особенно после войны, попытался что-то сделать вот по возрождению... Ну, времени было очень мало, потому что... ...в русских, да, православных церквей, но потом опять все... Для памятников это было почти незаметно. Да. Вот, а в Хручевские времена, конечно, тоже опять начались все вот эти времена гонений на церковь, и, как, собственно говоря, церковное выражение места, где собираются люди, церковь, как здание, как памятник, тоже очень многие мы потеряли. То есть я даже вот очень хорошо помню, что, когда я еще был ребенком практически, вот на Калужской площади, там сейчас, где здание МВД, был прекрасный храм Казанской Божьей Матери. Вот он как раз был снесен практически вот где-то в начале 70-х годов. Это на Калужской площади? Такие же там живут уже. Ну, я недавно, правда, ну, с 70... конца 70-х, в общем, я... Ну, да, то есть, в общем-то, эти потери, они были практически на глазах у всех тех, кто жил в советское время. Ну, и, собственно, вернусь снова, опять же, к Обществу охраны памятников. Его основателем и идейным вдохновителем был наш великий русский реставратор и архитектор Петр Дмитриевич Барановский. И его, в общем-то, судьба тоже очень интересна, но это, наверное, тема отдельной передачи, потому что настолько многогранный человек, настолько, как бы, велико его наследие, что в рамках вот этой нашей беседы вряд ли, конечно, можно целиком это все осветить. Но одним из его... Общеизвестно, да. Барановским, то все вспоминают его заслуги по спасению храма Василия Блаженного на Красной площади. То есть, это, в общем-то, такой, как бы, хрестоматийный факт, что, когда было принято решение о том, что он должен быть взорван, Барановский, в общем-то, там изнутри заперся. И только когда этот факт стал известен Сталину, в общем-то, это решение было отменено. То есть, фактически, вот, своей жизнью он этот памятник спас. А так, в общем-то, все было к этому готово. А... Каганович, он же там... Каганович, да. Каганович уже подписал от имени Моссовета это решение. Он решает прохождению военных парадов. Я даже слышал... Извините, Валерьевич, я просто хочу узнать, я слышал, что американцы хотели, предлагали его распилить, да, за миллион что-то, чтобы вывести его по частям. Ну, это, наверное, скорее из области архитектурных легенд, потому что это просто чисто невозможно технически, да, конечно. Нет, он был бы взорван, естественно, как и многие другие памятники. И, конечно, скорее всего, его сейчас не было на этом месте, потому что воссоздание такой красоты это почти немыслимо. Ну, так вот, собственно, это одно из ярких дел Барановского. А кроме этого, у него еще очень большой, как бы, список действительно великих дел, менее заметных, менее значимых, но, тем не менее, действительно оставивших в культуре очень большой значимый след. Ну, а вот как раз где-то уже в начале 70-х годов он собрал вокруг себя единомышленников, архитекторов и людей, просто глубоко интересующихся делом спасения памятников, и создал клуб Родина, который как раз-таки и послужил вот основой для создания общества охраны памятников. И, собственно говоря, вот этот клуб, и я-то еще по своим годам не был, как бы, не был участником всех этих первой волны этих действий, уже скорее ко второй волне можно себя причислить. Но, тем не менее, вот с теми людьми, которые окружали тогда Барановского, мне довелось быть знакомым и сейчас. И удивительно, что вот Петр Дмитриевич смог настолько вот какую-то яркую, действительно, открыть страницу в их жизни, настолько зарядить их какой-то потрясающей совершенно созидательной энергией, что вот все его ученики, они просто вот видны. То есть, если вот общаешься с каким-то архитектором, кто имел какие-то корни вот деятельности Барановского, они просто действительно как-то несут на себе этот заряд. Ну и вот эта энергия была распространена еще шире, и вокруг общества собралось очень много людей неравнодушных, и как раз вот началась волна по воссозданию, по сохранению даже, скорее, не воссозданию тогда еще, потому что очень много памятников просто разрушалось чисто технически. Если бы они не были спасены в тот момент, то они просто были, ну, сейчас уже все были бы руинированы. И очень много народу, молодежи, людей разных специальностей, студентов выезжали в свои отпуска, в свои каникулы и занимались как раз вот реставрационными архитектурными работами. Ну, не сложными работами, часто работами просто по выноске мусора, какими-то противоаварийными консервационными работами, которые необходимо просто было сделать в то время, иначе, как я уже сказал, памятники просто бы разрушились. Но кроме вот технического аспекта этих работ, то, что они были действительно необходимы, они спасли очень многие памятники, реально спасли, они, конечно, очень несли очень большой объединяющий в себе заряд. То есть вокруг этого дела объединилось очень много людей. Духовный объединяющий заряд. И вот сейчас даже, если посмотреть на тех людей, которые вот тогда, 15-20 лет назад, начинали этим делом заниматься, то опять же вот виден вот этот заряд и видно вот то, что тогда они это дело делали. Потому что сейчас очень многие из них совершенно разошлись по различным областям деятельности. Кто-то стал ученым, кто-то стал просто производственником. Но вот так сложилась судьба, что мы как раз начали, мы продолжали заниматься этим делом и дальше стали уже более серьезно, профессионально заниматься реставрационной деятельностью. Ну и вот дальше так опять же сложились наши пути, что мы пришли в реставрационное отделение тогда еще профессионального училища, одного из московских, и стали там заниматься с группой детей, которые учились по специальности ресторатора памятника деревянного зодчества. Мы-то тоже осознали эту проблему, собственно, глубоко и на себе, потому что понимали, что вот это наследие, которым действительно в огромном масштабе обладает наша страна, но спасать практически некому. То есть вот эти непрофессиональные любительские отряды, которые были созданы на волне интересов Апиковского, они для объединения людей, конечно, значили очень много, но с профессиональной точки зрения, конечно, мало что решали. То есть вот тот вообще архитектурный пласт, тот огромный массив вот этих ценностей культурных, которые мы как бы обладали Россией в огромном, ну просто действительно было очень большое число памятников. И когда вот сейчас эта тема не очень сильно затрагивается, но в общем-то ситуация как бы очень критична. То есть мы каждый год, каждый год теряем по... Я сейчас не обладаю какими-то прям такими яркими цифрами, но когда посмотришь альбомы, которые делались и Барановским, и Найденовым, и смотришь, сколько памятников потеряно, сколько сгорело, сколько уничтожено, сколько разрушено. Причем ведь 20-й век просто несколькими катастрофическими волнами прокатился, и именно как раз по этому пласту культуры. То есть понятно, что сначала это и революционные все зачистки памятников, когда люди просто относились к памятнику как к какому-то символу старой церковной культуры и старались его разрушить. Вот потом, естественно, на огромной части нашей страны это и Великая Отечественная война, которая разрушила... Ну понятно, что в общем фашисты разрушали наши памятники тоже как символ единения народа. И вот как мы уже с вами выяснили, уже хрущевские, даже брежневские годы, когда просто это отнебрежение разрушалось. Да, ну вот первый президент России, любимый наш Ельцин, тоже Ипатьевский дом жил. Да, ну... Надо об этом сказать. Конечно, потому что, в общем-то, несмотря на сложность восприятия этого памятника, это тоже памятник. Памятник тоже, да. Конечно, тоже памятник и архитектуры, и истории, и в общем памятник очень значимый. Сейчас там на его месте возникнут новый храм, но в общем-то я считаю, что гораздо лучшим памятником этому событию оставался бы как раз именно Ипатьевский дом. Вот, и поэтому это как раз показатель того, что, ну вот, как бы не бережем мы свое наследие, относимся к нему недостаточно бережно. То есть, извините, сразу вопрос. То есть, у нас, вот этот вопрос именно к вам как к специалисту, то есть, у нас вопрос уничтожения наших памятников, он, вот эта тенденция, она остается? То есть, по-прежнему продолжается разрушение нашего культурного наследия? Да, несомненно, конечно, потому что, во-первых, это происходит именно от, ну, все происходит от нашего внутреннего непонимания. То есть, скорее всего, самый главный момент именно в этом. Потому что, вот я не сказал, одну из последних волн, которая нанесла, может, не менее значимый как раз урону, памятником, эта волна, когда просто люди, которые жили вот в тех самых деревнях, которые, в общем-то, ну вот, продолжатели, казалось бы, культурных традиций, вот, они просто не относились к этому как к ценности. Вот, они уже не то, что по какой-то указке сверху или по решению Полетбюро, а просто по своему внутреннему непониманию сжигали эти церкви. То есть, вот мы даже, когда вот на нашем опыте было, ну, просто подростки вот собираются, разводят костер на паперте церкви. И шикарные памятники, просто огромные, выдающиеся памятники загорали там за несколько часов. Вот, и это, в общем-то, тоже сейчас продолжается до сих пор. А сейчас просто мёртвые деревни, где некому за ними ухаживать. То есть, вот, проблемы очень серьёзные. И, конечно, потери здесь, ну, просто колоссальны. То есть, это практически полоскультура, который, ну, вот в своём первозданном виде утрачен уже, ну, почти, почти безвозвратно. Особенно касается деревянных памятников, потому что дерево, естественно, материал самый ранимый. Есть единственная, конечно, небольшая надежда и какой-то, может быть, светлый момент во всём том, что очень многие памятники всё-таки зафиксированы. Как раз вот зафиксированы именно благодаря вот стараниям и Барановского, и Аполловникова, и очень многих архитекторов, учёных, которые тоже подвижнически в течение своей жизни ездили, обмеряли, занимались фотофиксацией памятников. И, в общем-то, сейчас даже идёт некоторая волна возрождения их. То есть, тоже очень много к этому вопросов, для какого места, для какой там функции возрождаются памятники. Ну, в общем-то, сейчас такие факты уже появились. Ну, а мы-то, собственно говоря, как раз и оказались в училище, в образовательном учреждении для того, чтобы вот эту всю проблематику, вот эти все какие-то, ну, во-первых, конечно, и идейную проблематику этого дела, ну, а кроме того, и те уже какие-то навыки, мастерства, ну, какую-то, те традиции школы, архитектурные, реставрационные, которые, ну, мы, конечно, не являемся прямыми наследниками Барановского, но всё-таки смогли получить из рук его учеников. Всё-таки они были уже. Да. И мы, всё-таки, хотелось нам, чтобы это продолжалось дальше, и молодые ребята входили во всю эту проблему, и начинали её чувствовать, начинали работать в этой области. Ну, и вот я ещё раз говорю, что так случилось, что мы оказались в этом учебном заведении, и вот уже практически 20 лет этим занимаемся. И занимаемся мы, конечно же, не чисто теоретически обучением их, как реставраторов, то есть, на учебниках мы, естественно, их этому делу учим, а для того, чтобы погрузиться в проблему, конечно, несомненно, нужно оказаться там, где этот памятник есть. Да, обязательно потрогать его, обязательно ощутить вот это дыхание памятника, потому что, ну, это, наверное, тоже очень сложный вопрос. И однозначно здесь каких-то и фактов, и мнений нет. Но, в общем-то, материал, которому там 100, 200, 300 лет, это совершенно другой материал, чем тот материал, который только что мы получаем. Тот, с которым работает современный мастер. И, в общем-то, мы вообще считаем, что вот реставрационное мастерство – это высшая степень мастерства, потому что для того, чтобы стать реставратором, нужно человеку стать сначала мастером какой-то определенной профессиональной области, вот, потом изучить историю, понять вообще, что за люди делали эти вещи 200-300 лет назад, какие у них были мысли, какие у них были понятия обо всем этом, как они жили хотя бы, каким инструментом работали. И только после этого уже начать реставрацию, то есть обладать каким-то вот синтезом и мастерства, и каких-то вот нравственных, интеллектуальных каких-то качеств. – Мастер, историк, художник. – Да, конечно, конечно. – Нет, и я с самого начала, когда только вы начали говорить, я про себя вот думаю, действительно, ведь когда лучше всего рождается настоящий мастер, в данный момент мастер-реставратор, когда он не только теоретически все это постигает, но когда он все это на практике видит. – Ну, скажем, даже в нашем, вот, так называемой писательском деле, я читаю курс технологии творческого процесса, но я же считаю как практика. А бывает человек, знаете, вот как теоретик, читает, читает, а он ни одной строчки не написал. – Ну, к сожалению, очень похожая ситуация у нас долгие годы уже сохраняется в области реставрации, потому что вообще-то, как бы, учебных заведений хороших, которые бы готовили именно практику в реставрации, у нас практически нет. Ну, я, правда, сразу оговорюсь, что в области архитектуры. То есть, вот, реставрация живописи, в общем-то, у нас есть представлено, мы знаем, хороших реставраторов. Точно так же есть реставраторы-мебельщики, но вот реставраторов-архитекторов практически нет учебных заведений, ну, крайне мере, в европейской части страны, которые серьезно бы хорошо готовили. И эта проблема, она, в общем-то, была всегда и у всех наших практиков-реставраторов. Потому что тот же Аполловников, когда занимался реставрацией каких-то объектов, у него одна из самых главных проблем была найти хороших плотников. Несмотря на то, что вот плотник – это самая исконная профессия на Руси, самое исконное дело. Вот, тем не менее, хороших плотников, которые вот как бы только что объединили вот три направления, совмещали себе и художника, и мастера, и историка, практически невозможно было найти. Вот, и он, ну, пользовался просто более-менее, более самыми толковыми мужиками, ну, как бы услугами самых толковых мужиков. То есть самых развитых, как бы самых, может быть, из глубины еще истории своей семейной хранящих этих традиций. Вот, но профессионалов, которые приходили к нему из учебных заведений, практически не было у него в артелях. А сейчас ведь этих мужиков тоже уже не стало. То есть сейчас для реставрации вообще тоже ситуация достаточно странная, когда для реставрации наших русских деревянных храмов, если такая вдруг затевается, очень часто приглашают бригады, в которых представлены и кавказские рабочие, и молдаване. Ну, то есть те люди, которые генетически, они вообще не имеют навыков этого труда. Ну, здесь это, в общем, все известно, что, допустим, и армяне – очень хорошие строители-камечники. Бесспорно. Вот. Но как вот строители в область деревянного зодчества, они очень сложно справляются с этими задачами. То есть здесь очень серьезная проблема именно в рабочих кадрах, в рабочих кадрах реставраторов. Ну, и мы вот в этом учебном заведении, а сейчас это строительный колледж номер 26, реставрационное отделение строительного колледжа номер 26. Мы ведем несколько групп. Одна группа – реставраторы памятников деревянного зодчества, другая группа – реставраторы лепных изделий и покрасок, и реставраторы произведений из дерева. То есть вот ребята, которые приходят, они погружаются и во всю проблематику реставрационного дела, и имеют возможность поехать в экспедиции, прикоснуться ко всем вот этим историческим истокам, и своими руками принести какой-то полезный вклад в это дело. Ну, и еще мы, когда вот начали их возить в экспедиции, мы, конечно, заметили, что вот эта деятельность, которая… вот их работа, ну, экспедиция на севере, то есть условия походные, вот можно даже сказать экстремальные, и оказалось, что вот эти полтора-два месяца, которые они проводят в этих условиях экспедиции, они оказывают на ребят совершенно колоссальный, невообразимый такой педагогический эффект. То есть они становятся совершенно другими, они очень быстро взрослеют. Вот, они открывают для себя какие-то совершенно новые культурные полосты, они открывают в себя вообще нашу глубинку и провинцию, потому что, ну, мы-то в Москве, и многие ребята москвичи у нас учатся, в основном москвичи, для них знакомство вот с этой нашей русской провинцией бывает просто потрясением и шоком. То есть они часто не представляют, что можно плыть по озеру и пить воду прямо, черпая ее из-за борта лодки. Вот, когда они видят всю красоту природы, в которую они там, в которую они живут, погружаются, для них это тоже, в общем, чисто и экологически совершенно невообразимое дело. То есть они никогда в Москве этого не видели. И поэтому эффект от этих экспедиций, он действительно оказался очень большим. То есть, ну, я не берусь, конечно, там, смелости говорить, что это новая педагогическая технология, но, тем не менее, учитывая и то, что это действительно фактор труда там постоянно присутствует, то есть ребята работают, вот, то, что они действительно выезжают, то, что все вот присутствуют, экстремальные моменты в их жизни, это оставляет совершенно неизгладимый след в их образовании. И очень многие ребята, наши выпускники говорят, ну, вот, когда их спрашиваешь вообще, а что же самое вообще яркое было, они говорят, ну, несомненно, это, конечно, вот экспедиция. И потом, мне кажется, они, опять же, генетически возвращаются к своей памяти, потому что провинция, она сохраняет Русь. Ну, это вообще... Москва-то немножко уже, к сожалению, теряет. Конечно, наверное, это действительно откуда-то из глубины вот их каких-то корней исходит. И самое интересное, что вот генетическая память еще имеет очень интересный аспект. То есть, когда вот мы часто наблюдаем за ребятами, которые выросли в городе и никогда не держали в руках топора, вот, когда они начинают работать, то они, на удивление, даже еще без обучения, начинают это делать именно так, как это и нужно делать. То есть, вот, существует, видимо, совершенно точно такое понятие, как генетическая профессиональная память. Вот, и, в общем-то, мы как бы стараемся у ребят ее тоже и отыскивать, и развивать. И, на самом деле, плоды здесь действительно значимы. То есть, очень много хороших ребят в нашей школе уже воспитаны. Друг, знаете, я позволю себе здесь с вами, опять же, полностью согласиться. Вроде, должна быть тоже спорт, а да, ну, тут я не могу с вами спорить. Вы знаете, я вот приезжаю на дачу, скажем, к родителям, я не могу. Хватаю пилу, начинаю пилить дрова. Ну, вот почему это? Вот, вот, любимое дело. Папа говорит, да хватит уж, что дров напилил. Ну, зачем? Тяга. Вот тяга, вот я не понимаю. Вот, Дмитрий Иванович, а такой вот чисто, ну, вопрос такой практический. Скажите, у вас учатся в основном мальчишки или девчонки тоже учатся у вас? Ну, вот на реставрационной плотницкой специальности, конечно, только мальчики. А девочки у нас учатся на специальности реставратора липных изделий и покрасок. То есть, там как раз для них более простой труд, но тоже очень интересный. И, кстати говоря, в Москве даже более востребована эта специальность, потому что они работают на реставрации и кремлевских объектов. То есть, вот, собственно говоря, там везде, где лепнина, гипсовая лепнина, настоящая, натуральная, вот, там везде они находят себе применение. А почему у вас колледж, а не университет? Ну, это и правильно, потому что, собственно говоря, мы готовим рабочих специалистов. То есть, мы даем им не высшее образование, а именно рабочую профессию. И это, в общем-то, в этой ситуации совершенно необходимо. Дело другое, что у нас есть возможность ребятам развиваться и дальше. То есть, после того, как они получают образование на первой ступени, то есть учатся три года профессии, они уже могут перейти на вторую ступень у нас же в колледже, тоже получить уже специальность реставрации и реконструкции, то есть уже стать техниками-строителями, а потом еще и поступать дальше, либо в архитектурный институт, либо в академию реставрации. То есть, в общем-то, этот путь для желающих, он открыт. И на самом-то деле это гораздо лучше, получать сначала рабочую специальность, потом на основании нее уже получать высшее образование. Потому что не секрет, что сейчас очень много специалистов с высшим образованием, которые именно технологии дел совершенно не знают. То есть, как вот что-то сделать, они не могут себе представить. Давным-давно уже возник, насколько я знаю, такой спор, скажем, даже на предприятии. Вот рабочий занимается тем, что внедряет в производство новые виды машин, оборудования. И вот давным-давно, я знаю, уже лет 20 ставится этот вопрос, а правильно ли, что это рабочий? Может, это должен все-таки быть человек с высшим образованием? Просто я слушаю вас и думаю, что как раз вот эти ребята, они, это практически инженеры. Практически же это инженеры. Ну, конечно. То есть, специфика, да, тут только специфика, что они, ну, занимаются, может быть, конкретно, на первый взгляд, рабочими профессиями. Рабочими профессиями, на самом деле, это специалисты. Мы же сами только что сказали, история, да, значит, они должны знать, иметь рабочие руки и... Творческие навыки. Да, творческое начало. Поэтому, ну, не знаю, может быть, как-то со временем подумать о том, чтобы вот ваш колледж как-то... Нет, ну, на самом деле, вот то, что должны быть обязательно ступени первые, вот первая, вторая, и без них тоже никуда не обойтись, потому что, вот если говорить о внедрении новых технологий, которые сейчас действительно гораздо более сложные стали, то их действительно можно внедрять только вот именно рабочим, но с высшим образованием. То есть, вот он должен сначала быть рабочим, а потом получить высшее образование. Если он получает высшее образование, не будучи рабочим, он ничего не представляет. Ну, тоже в медицине, в медицине. Я знал одну девушку, она поступала в медицинский институт, и она поступила, ну, там, экзамены были чисто формальные для нее. И вот она говорит, другие очень обижались, а она ее отправила в больницу, она закончила медицинское училище, была медсестрой, она уже ассистировала при операциях, вот, и было где-то уже, наверное, 20 или 21, она говорит, ну, а кто должен учиться? Вот эти мальчишки, девчонки, которые при виде крови в обморок падают, или я человек, уже ассистировавший при операциях? Естественно, она мечтала хирургией заняться, не знаю, к сожалению, чем закончилась в дальнейшем ее, как ее судьба, но ее сразу приняли в институт, вот, то же самое у вас. Ну, кстати, здесь очень точная параллель между медициной и реставрацией, потому что и у медика, и у реставратора один из главнейших принципов – это не навреди, потому что реставраторы, к сожалению, тоже очень часто касаются памятника, не зная вообще, как он построен, как он устроен, каким он должен быть, каким был, и наносит ему, в общем-то, достаточно большой вред и урон. Ну, а я бы хотел еще вернуться все-таки к нашим экспедициям, продолжить их тему. Вот мы практически, ну, как я сказал, уже лет 10 возили ребят на север, и, в общем, как бы там было все, то есть вот все перечисленные факторы там были налицо, но все это происходило либо в заброшенных деревнях, либо вот на территории национального парка, и мы относились к восстановлению церквей или каких-нибудь даже, может, жилых построек, но в основном как восстановление памятника, то есть мы видели в нем главное начало именно историческое и художественное. И впоследствии, как бы позже уже, в этих памятниках тоже начинали служить службы в храмах, но все это было очень нерегулярно, потому как в тех местах, где мы бывали, там не было почти жителей, община не была создана в этих храмах, и это было, ну, может быть, тоже скорее каким-то большим, ну, может быть, очень важным моментом, но скорее нацеленных на тех людей, которые приезжали туда, и, ну, в общем, как завершение вот этой рабочей ситуации с памятником. Почему я об этом заговорил? Потому что вот как раз наш новый проект «Наследие», он обладает еще одним очень важным и, видимо, все-таки очень, как бы, завершающим, решающим, достающим звеном во всей нашей практике. То есть он начал, как бы, реализовываться и состоялся при непосредственном участии православного священника, и деревни, где, собственно говоря, есть люди, где есть община, где есть приход, который, в общем-то, и нуждается в каких-то этих работах. То есть связь с русской церковью? Да, то есть вот здесь как бы появилось как раз окормление, окормление, церковное окормление, и в связи с этим, опять же, даже не совсем осознанно нами, но появились очень многие новые интересные моменты. А немножко, опять же, вернусь назад и скажу о том, что в этом социокультурном проекте еще важная и большую роль играют люди, которые тоже возрождают одну очень важную страницу нашей истории – это истоки русского предпринимательства. Сегодня, к сожалению, не смог прийти в эту студию координатор нашего проекта «Наследие» Александр Иванович Парамонов, который как раз-таки вот тоже где-то порядка 20 лет назад уже начал заниматься этой темой. И если вкратце рассказать об этом, то сначала эта тема развивалась именно как, ну, на перестроечной волне способности и необходимости привить детям навыки какого-то бизнес-образования. То есть когда в советское время не было возможности заниматься предпринимательством собственным бизнесом, и в перестроечные годы эта возможность открылась, то Александр Иванович с группой своих товарищей как бы начали заниматься вот образованием молодежи тоже в этой области. Но потом оказалось, что, в общем-то, здесь можно идти двумя путями. Либо идти, возрождая наши отечественные традиции предпринимательства, хозяйствования, либо идти путем западной, которым, в общем-то, очень активно предлагался. То есть существуют, и это всем известно, западные технологии, бизнес-инкубирование и бизнес-сопровождение. И, в общем-то, немалые деньги на все это выделялись в те времена. То есть дорога как бы подталкивала людей к тому, чтобы идти вот тем самым... Ну, не дорога, а дорога открывалась именно вот идти по тому пути. Но все-таки, опять же, глубоко понимая вот исторический аспект всего этого дела, та группа пошла именно нашим национальным путем возрождения предпринимательства. А что это имеется... что вы имеете в виду нашей национальной? Ну, скорее, это лучше бы осветил все-таки Александр Иванович, потому что я все-таки больше отвечаю за техническую реставрационную часть. Но я это понимаю... Надо встретиться с ним. Да, я думаю, что следующая встреча обязательно должна вместе с ним произойти. Вот. Но я так понимаю, что это путь восстановления именно исконного нашего хозяйствования. То есть хозяйствование больше направленного на создание и поддержание мира вокруг человека. То есть, ну, в общем-то, понятно, что есть такое понятие, как русский мир. И этот русский мир лучше всего был выражен, конечно, в образе русского крестьянина, который действительно совмещал в себе поистине космос. То есть вот все, что было в русском крестьянине, можно назвать именно таким словом, потому что он полностью был слитен с природой. Вот. Он брал от природы то, что ему нужно для жизни, при этом ее никогда не разрушал в угоду каких-то своих накопительских целей. И при этом действительно вот все те области, в которых он был специалистом, они поистине просто поражают. То есть вот даже интересно, мне Александр Иванович рассказывал, что когда по современному классификатору профессий выяснили вообще, какими же профессиями обладал крестьянин, русский крестьянин 19 века, то там набралось где-то порядка 70 или 80 профессий. Колоссально. Вот таким колоссальным объемом знаний, в общем-то, он обладал. И действительно вот это все уживалось, все было гармонично, цельно. И понятно, что, в общем-то, живо все это было, потому что из русских крестьян, мы же исторически знаем факты, что вышли очень многие русские предприниматели, меценаты, которые потом уже в дальнейшем развивали и промышленность, но опять же делали это так, чтобы это было на пользу стране и на пользу своему народу. Но у всех у нас есть крестьянский корень. Конечно. У меня есть, я думаю, у вас есть, у всех. Да, несомненно. И вот я, к сожалению, не воспринял эту культуру от своих дедов, потому что деды уже, ну, не застал я их. А вот те люди, которые мы еще застали на севере, когда начинали наши реставрационные дела, они поистине обладали всеми этими качествами. И просто для городских людей, которые в советское время, в 70-е годы приезжали в деревню, это было тоже таким шокирующим открытием. То есть, собственно говоря, и человек даже, который натолкнул нас на всю эту деятельность, был Василий Макарович Солодягин, сейчас вот уже на непокое, царство ему небесное. И, в общем-то, он обладал помимо всего, всех вот этих технических навыков и знаний, то есть крестьянствования, хозяйствования, еще очень серьезным философским осмыслением, способностью философского осмысления жизни. Ну, вот, наверное, подтверждением этого факта является то, что он общался с внуком Флоренского, то есть, когда вот он путешествовал в тех местах, вот он заходил к Василию Макаровичу, они вели долгие беседы и, в общем-то, на равных практически вот говорили о каких-то серьезных проблемах бытия. И таких людей действительно, это не единичный случай, им было очень много на России. А я знал по своему, вот по своему дедушке с бабушкой, вот я приезжаю, разговариваю с дедом своим, например, он мне такие вещи говорит. А когда я что-то начинаю говорить ему, он мне говорит две вещи. Первое, он говорил обычно, яйца курицу не учат, и потом говорит, я уж это забыл, то, что ты знаешь. Но он получал именно все, он все знал, ну, может быть, он не знал каких-то там высоких материй, но у него такое знание жизни, и что самое поразительное, вот он действительно был человек слит с природой. Такая была физическая сила, ведь он никогда не занимался спортом. Ну, это было естественно, просто было естественным образом жизни, каждодневным. Да, а я, ну, открою тайну, там, когда-то был профессиональным спортсменом, но я не мог положить его руку, что, а он сроду никогда, что мускулы железные. Почему он, наверное, даже об этом особо не задумывался. Не задумывался. А я его когда говорю, дед, ну вот откуда у тебя это? А он говорит, потому что я работаю, дело делаю. Они знали, как силу распределить. Мало того, они знали, когда сеять, они, говорили, вот, прямо под нее определяли. Это поразительное знание вот людей. Ну, это слитность с природой, с миром. И дома строили, сами строили дома. Ну, я тут буду говорить, как дилетант, но, опять же, бабушка говорила, у них там дом красивый. Она говорит, это строил сам подрядчик. Что означало, я не знаю, но, видимо, тот человек, который заключал договор, то есть это считался сам, не просто человек, который, как у нас там, импресарио, который что-то, где-то с кем-то договаривается, это человек лучший мастер, видимо. Да, ну, это, в общем-то, было совершенно естественным делом, потому что, в общем-то, организация труда, ну, просто я уж немножко отступление тоже сделаю, раз на эту тему мы зашли. Организация труда была такой, что, как бы, заключал договор всегда мастер. Было даже вот на севере такое понятие, славутный мастер, то есть, в общем-то, мастер, который делал красивые вещи, добротные вещи, качественно, всегда отвечал за свою работу. И, в общем-то, опытом, что были какие-то менеджеры, вот, а были исполнители, вот, на Руси никогда не было. То есть, если уж были какие-то очень большие объекты, то, ну, просто было много исполнителей, но все равно мастер сам всегда работал. И, в общем-то, вот эти легенды насчет того, что, как бы, мастер, там, когда сделал какой-то выдающийся памятник и забросил топор в Онежское озеро, вот, но они не лишены основания, это прокижи, вот, эти легенды, они не лишены основания, потому что мастера действительно сами всегда работали. И больше того, что ведь интересно, что и строили это очень часто без проекта, то есть, вот эти все, ну, дома-то уж естественно, то есть, никто не проектировал, вот, а даже вот эти выдающиеся церковные памятники, те памятники, которыми сейчас восхищается весь мир, те памятники, которые сейчас стоят на учете в ЮНЕСКО, вот, опять же, как Кирский собор, вот, они строились именно по какому-то внутреннему уразумению мастера, то есть, по тому его творческому какому-то опыту, по какому-то опыту прежних построек, ну, это, конечно же, была какая-то вот такая, его гениальность в этом проявлялась. Но, тем не менее, он сам работал, то есть, он не просто ходил и рассказывал, как это делать. То есть, опять же, вот здесь переход к тому, что мы хотим учить ребят сначала, чтобы они умели работать, а потом развивать у них вот эти все уже качества. Павел Дмитриевич, просто наше время уже близится к концу. Скажите, а как вы соединили два этих момента? Во-первых, творчество, ребят, культуру, скажем, нашу, и предпринимательство русское. Ну, тогда, наверное, имеет действительно смысл подробнее рассказать о социокультурном нашем предпринимательском проекте «Наследие», который реализуется в Тверской области. Это Спировский район Тверской области, село Козлова. Ну, здесь все-таки я уж немножко времени займу, потому что место тоже достаточно интересное. Ну, в общем, Тверская область, она не такая уж удаленная от Москвы, но, тем не менее, сохраняет в себе и таит очень много нам в Москве невидимых каких-то моментов и находок, которые открываются только тогда, когда там оказываешься. И вот оказалось так вот, что один из московских священников был назначен в это село. Мы с ним просто были знакомы по нашей прежней, по прежнему общению в Москве. И когда мы туда приехали к нему служить, то оказалось, что село-то очень интересное. Внешне ничем не примечательное. Даже природа там, в общем-то, не такая удивительная, как на севере. Не столь, может быть, какая-то привлекательная в каком-то... Ну, на первый взгляд, непривлекательная. Потом ты, конечно, понимаешь всю ее красоту. А когда... и село-то, в общем, совершенно обычное. Ну, правда, стоит в центре села гигантский, огромный храм XIX века, каменный, почти полностью... Ну, не полностью руинирован, но крыши нет, вот очень сильно разрушающийся. И только на один проект реставрации этого храма нужно где-то порядка несколько миллионов только, только чтобы проект сделать. До реставрации там, видимо, еще очень нескоро дойдут руки. А батюшка служил в небольшом домике, приспособленном по церковь из избы. При этом, в общем-то, очень плохо сделанном. То есть, как бы, исполнительское там мастерство было... Ну, не выдерживало критики, потому что просто зимние службы ему приходилось служить одетым. Там мороз был такой же, как и на улице. То есть, и 30 градусов бывало внутри помещения. И поэтому он попросил нас сначала с ребятами приехать и этот памятник немножко поддержать. Ну, не памятник, а это здание немножко просто технически поддержать. То есть, мы его утеплили, мы обшили его доской, ну, как-то привели его в более-менее соответствующий церкви вид. Вот. И как раз вот я начал говорить о месте. Оказалось еще, что место-то очень удивительно. То есть, мы стали проникать вот в красоту этого места, понимать ее и открывать для себя историю этого места. А место удивительно оказалось тем, что в Тверской области до сих пор очень во многих населенных пунктах живут тверские карелы. То есть, карелы, которые по Столбинскому миру были переселены на территорию Тверской губернии и которые, в общем-то, захотели сохранить православие, но не перейти под шведов. То есть, как бы вот тогда еще вот такой глубокий стержень православия сохраняется у них и до сих пор. И даже до сих пор часть службы идет, церковная служба идет на карельском языке, что тоже очень удивительно. То есть, вот это не батюшка, естественно, московский знает карельский язык, а сами прихожане, когда есть часть молитв, которые читают с прихожанами, они сами их читают на своем родном языке. Вот, и сохраняют книги, сохраняют культурные какие-то свои традиции. Но, конечно, все это вот, опять же, только, к сожалению, люди старшего поколения. То есть, молодежь, вот современная молодежь абсолютно к всему этому не дифферентна. Не только к каким-то глубоким карельским корням, но и даже к современному своему, какому-то прошлому, недалекому нашей страны. И самый большой, конечно, практически интерес – это уехать побыстрее в город. То есть, они не понимают, к сожалению, того наследия, которым они обладают. И, собственно, вот мы столкнулись с тем, и батюшка тоже прилагал очень многие усилия, чтобы как-то этим ребятам объяснить, как-то им показать, что они обладают действительно величайшим наследием. Но усилия были совершенно как бы не востребованы, и оказалось, что только через наш приезд туда, вот через тех ребят московских, которые стали туда приезжать, строить храм новый, местные начинают понимать тоже, что они обладают действительно какими-то очень ценными и очень значимыми культурными позициями. И поэтому вот этот проект «Наследие», он собирает вокруг себя очень много людей. То есть, мы проводим там фестиваль плотницкого искусства, фестиваль традиционных ремесел. И те люди, которые приезжают и являются носителями какой-то идеи, они делятся этой идеей, этими знаниями, навыками с окружающими и теми, кто может, в общем-то, эту идею подхватить, поддержать. И, конечно, мы надеемся, что это будет иметь большое значение и для местного населения, которое, может быть, вот уже через нас, через тех, кто эту традицию принял не из первых рук, но, тем не менее, поддержал ее, узнал ее из книг, узнал ее из наследия, может с ними и поделиться. Ну, а предпринимательство? А предпринимательство в том, что, собственно, эти все вещи делаются именно ребятами. То есть, вот, как бы, вот, нашей главной движущей силой нашего проекта являются наши учащиеся. Вам кто-то помогает финансово? Вы знаете, ну, пока это все было на деньги спонсоров и очень, как бы, спонсоров, ну, небогатых, скажем так, то есть, люди приносили свои какие-то собережения, свои какие-то, в общем, небольшие средства. Конечно, помощь финансовая нужна. То есть, если этим проектом заинтересовался кто-то из более серьезных, как бы, спонсоров, было бы очень хорошо. Но дело даже, в общем-то, даже не в этом, потому что очень многие люди приезжают, то есть, ребята работают вообще совершенно бесплатно, это удивительно. То есть, для них вопрос, как бы, мотивации, вот, не денежное, не имеет ни денежное выражение. Я просто думаю, что, Дмитрий Иванович, просто наше время уже подходит к концу. Ведь ваши ребята наверняка делают уникальные вещи. Конечно. Наверняка уникальные вещи. Так, может быть, ставить вопрос не просто о прямом спонсорстве, а может быть, действительно, как-то создать такой большой проект, по которому ваши ребята могли бы и зарабатывать хорошие деньги. Конечно. Потому что они же мастера, просто это должен, опять же, быть человек, который бы смог это все организовать именно и продать. Поэтому мы и хотим этот проект разворачивать в сообщество, то есть, как будто это слово социокультурный проект предусматривает, то, что он должен быть открытым. И, в общем, мы приглашаем всех, кто заинтересовался этим, всех, кто может внести любую свою лепту в это наше общее дело, к участию в этом проекте. Ну, я буду по мере возможности пропагандировать ваш проект обязательно, где всеми доступными способами, потому что, действительно, вы работаете на благо России, на благо нашей страны. Ну, все, как говорится, мне очень понравилось, сколько чуть-чуть в одно время у нас немножко не хватило. Но я, конечно... Немножко первую часть растянули чуть-чуть. Да, но я все-таки надеюсь, что мы с вами увидимся еще. Нет, ну, может быть, если вы сочтете возможным нас пригласить, то, может быть, уже с Александром Ивановичем, как раз с ним вторую часть уже более подробно осветить. Да, с Александром Ивановичем, просто чтобы более подробно рассказать обо всем этом. Ну, вам огромное спасибо за такое интересное наступление. Опять же говорю, с надеждой на новую встречу. Ну, а с вами, уважаемые дамы и господа, на сегодня мы прощаемся. Всего вам самого хорошего и до новых встреч в нашей студии СГУ-ТВ. Всего доброго, до свидания.